Делаете разрез до надкосницы, не разрезая надкосницу, так же, как мы трансплантат берем. Деэпитризируете, не отслаивая вот эту поверхность. Можете даже бором. Некоторые исследователи ее даже просто бором делают. Я просто предпочитаю все скальпелем, но это мои... как хотите, без разницы. Делаете вертикальные разрезы, выполняете. До сосочка, вот до этого. Дальше, тупым методом, отслаиваете вот здесь полнослойный лоскут, создаете как карман. И потом вот этот кусочек на ножке у вас получается, да, такой лоскут на ножке, подворачиваете его вот туда, наверх. А зачем вам усложнять работу? А где у вас разрезы-то? Нет, у вас есть и более разных разрезов. Это корни зубов так нарисованы. Это вообще не видно. У вас на небе остается очень маленький дефект с надкосницей, он не болит, потому что там, как бы у вас все зубками закрыли. Подвернули его, да. Ну, Закарян тоже так делает, где показывал, да, на всех своих имплантах делает, заворачивает подворачивает. Ну, это не Закарян придумал, да. Ну, может, не придумал, но, по крайней мере, в своих работах... Это старая очень методика немецкая, это профессор Вессерман еще в Голубом Махнетовом году все это делал, показывал. Это было придумано для беззубых участков челюстей на верхней челюсти, у которых атрофия произошла. И чтобы не делать костную пластику, вот таким образом можно было восстановить... Это вот конкретно для того случая придумано, который доктор клинически задал. Очень простой метод, заживает в течение, там, 70 дней. Через 2-3 недели вы можете формировать временными коронками обоид. Технически, мануально, полчаса вместе с анестезией и попрощаться с пациентом. То есть, и не надо придумывать нам никаких трансплантатов, туннелей, подшивать, ушивать. Это сложнее просто технически сделать. Манипуляции в сторону упрощения, мне кажется, это как-то более логично. Чем проще манипуляция, тем точнее ее может доктор выполнить, и тем более прогностичнее у нее результат. То есть, вот здесь у вас не умрет никакой трансплантат, потому что у него непрерывное питание. Понимаете? И вот так же на этих, на вожжах, здесь одним этим швом можно просто ушиться. А если вот там здесь текстность КАГи есть, вот в поддержке их просто? Вам десной-то хватит. Вы же такую костную травму-то больше не будете там никакую наносить. У вас достаточно вам этого? Вот, поверьте, у меня есть работы 13-14 летней давности. Вот такие. Они просто, мы еще тогда не фотографировали, да, вот эти самые начала дефекта. До сих пор стоит конструкция, вот такой там конгломерат. Небо же еще любит порасти потом дополнительно, через 2-3 года. Поэтому, и там вот просто вот висящий прямо над двумя выками мы делали, вот над двумя резцами боковыми. Вот там вот конгломерат просто ткани. Там даже еще нитку не просунуть, суперфлосс, я недавно тут осматривала своего пациента, ну, чтобы почистить между этими кармиками. Поэтому эта методика работает. Не стремитесь вы делать эту костную пластику. Вы, когда пойдете этим путем, поймете, что вы очень много наедитесь не того, чего показывают в презентациях и пишут в книгах. Да, это очень непростая стезя, поверьте. А разрез по повышению грибы запробуете? Нет, стоп, еще не поняли. А разрез на нюхли? Я покажу. Вы не поняли как бы метод, я покажу вам. Просто вам нужно один раз это увидеть. Да, как это, это очень простая манипуляция. Вы освоите, я вам могу сразу сказать, это очень все просто делается. Вам этот метод понадобится, потому что абсолютно аналогично. Мы будем делать пластику на формирователях Диснея, формировать сосочки по Апалаче и делать вот эти вот все вмешательства. И поэтому вот этот вот разрез, депетализация, отслойка подворот вам нужно просто будет постоянно использовать. Поэтому этому надо просто обучиться и все. Ничего такого сложного в этом нет. Патогенез переимплантитов, развитие воспаления мягких тканей, воспалительная деструкция в мягких тканях, костная резорбция в области имплантатов, флотация Диснея в переимплантной зоне. Все, что вот мы это увидим, это нас должно насторожить. Да? Потому что даже если нет какой-то супер яркой картины переимплантит, а нету малиновой слизистой, не чечеток, не брыжет гной оттуда, не значит, что там не переимплантит. То есть, конечно, патогенез этих процессов, он зависит и от мягкотканного комплекса, и от костной резорбции. Костная резорбция может происходить по тихому атрофичному типу, спокойно себе умирать, клеточка за клеточкой, не вызывать никаких бурных реакций. Конечно, это связано с то, о чем мы с вами говорили, с системными какими-то заболеваниями, с разными ситуациями у пациента, с его статусом на сегодняшний день иммунным, аллерго, эндокринным, каким угодно. Но костная резорбция может и бурно протекать, когда она через гной течение будет, да, будет продуцироваться. Огромное количество вот этого густого гноя, гранулирующего такого, когда уже эти и грануляции, и жидкий густой гной, и все вместе. Эта картина у переимплантитов может быть вот очень, наверное, как на галики янус. Но настораживать нас, конечно, должны вот те акценты, о которых мы поговорили. Отсутствие прикрепленной десны, тяжи при отсутствии прикрепленной десны, вертикальные дефекты, да, заведомо, когда мы идем на установку одиночных каких-то конструкций на имплантатах, вертикальных дефектах. Вот это все, что нас должно насторожить превентивно при установке имплантатов, чтобы... Флотация десны в переимплантной зоне, я считаю ее уже переимплантитом, если честно. Потому что, конечно, если вот там все это болтается, я не знаю, как там надо чистить и чем, чтобы там не присутствовала никакой воспалительной реакции. Это тоже зона уже, с которой надо принимать какие-то более серьезные решения. Ну, теперь мы поговорим о том, как можно хоть немножко классифицировать эту нозологическую единицу. О том, что вообще с этим можно сделать, и в зависимости от этой классификации мы будем говорить, рассматривать какие-то структурированные методы. Потому что на сегодняшний день просто все пытаются привести эту нозологию к каким-то формам, чтобы отработать методики и протоколы. Чтобы мы не буждали в темноте и не искали каждую вот эту вот дверную ручку, в какую дверь выйти. А именно для того, чтобы хоть немножко структурировать все эти проблемы. Мы поговорим о переимплантитах сейчас с вами, которые происходят до нагрузки. Вот до раскрытия, до там, да, снятия формирователя, кто какой методикой работает, это абсолютно не важно, да. Я сегодня уже озвучила, я не буду это обсуждать больше. Каждый из этих методов имеет право на существование, кому как нравится. Причина для этого метода была, ее разработали, кто-то работает так, кто-то по-другому, не имеет никакого значения. Значит, ну не при оживлении имплантата мы лечим одним единственным образом, его переустановкой, через 4 месяца. Значит, почему не через 2? Вы хотите добиться просто, чтобы сформировалось слизь, а где-то не было? Слизь через 10 дней у меня сформируется. Почему через 4 месяца? Не ушли еще все ткани. Через 2 месяца какая там ткань будет? В костной ранее, вот в этой переимпланте. Мы можем себе позволить поставить соединительную? Фиброз. Ну, фиброз мы можем себе позволить поставить? Мы ждем завещения полного. Замечательно. Просто я последнее время в лекциях вижу очень много странных сроков. Ну, да, есть. Полтора, 2 месяца там. Все это, по- School verse. Нас лично. Тр